Дорогие друзья мои, сегодня я расскажу вам одну интересную, а для некоторых и поучительную историю. Люда, это кто Татьяна? Нет. Нет? Другая. Случилось это накануне праздника, главного дня всех мужчин, дня защитника Отечества. Кавычном, все девочки, любящие своего папу, готовили подарки. Лишь одна, забыв обо всем, увлеченно болтала с подружкой по телефону. Уже давно наступил вечер и пора было ложиться спать, но Машенька никак не могла остановиться. Тут в ее комнату вошел папа. Ты еще не легла? Спросил он Машу. Ну, пап, ну еще пять минуточек и вообще мне спать совсем не хочется. Машенька, завтра надо встать пораньше. Ты не забыла, какой будет день? Маша молча смотрела на Ансу. Вид у нее был растерянный. А тут еще подружка, с которой Маша болтала по телефону, спросила, а какой ты подарок папе приготовила? Я вот своими руками сделала поторонку и вставила в нее свое лучшее фото. Самое красивое. Помнишь, платье, которое я так долго у мамы выпрашивала? Так вот. Но Маша ее уже не слышала. Она стояла ошарашенная, чувствуя одновременно обиду, досаду, злость на себя и подружку. Гом поступил в горло. Как она могла забыть? Маша, ложись спать, сказал папа. То, что произошло дальше, не поддавалось объяснению. Маша, конечно, была не очень послушной девочкой, но сейчас в нее как будто демон взявился. Не буду я спать, заводила Маша. Не хочу и не буду. И вообще оставь меня в покое. Надоели все! Как кричала девочка и заняла на месте. Папа молча посмотрел на нее и вышел из комнаты. Что же теперь будет, подумала Маша, что же я наделала? Ее сердце бешено колотилось от волнения, но что-то, как назло, мешало двьется с местами. Ладно, сказала сама себе Маша, надо лечь спать, а утром я что-нибудь придумаю. Как глупо получилось. Вот мы, девчонки, были сейчас с нами. Маша, я наделала. Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 Когда рисовать начнёте, вы это поймёте сами. Когда рисовать начнёте сами. Эй, сами! Вот он там, тунтида! И вот встретила детей, которые с интересом что-то рассматривали. Ах, какие красивые рисунки! Вы большие молодцы, сказала Маша, увидев, что нарисовали дети. Да, мы очень старались, отвечали дети. Ведь это подарки нашим папам. Вот только мы очень устали. Давайте я помогу вам. Я сперу ваши карандаши в коробку. С радостью предложила Маша. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА